Приветствую вас, и то, что вы описываете, называется созависимыми отношениями, которые очень хорошо описаны в треугольнике Карпана. Здесь есть спаситель, в данном случае это психолог, мы. Здесь есть агрессор, тиран, в данном случае это ваш муж. Здесь есть вы, жертва, которая жалуется нам на тирана и спрашивает, как себя с ним вести. Хотя, по большому счету, поскольку нет другой информации, этот мужчина был вашим выбором. Вы сами его выбрали, и, вероятно, вы знали, что у него взрывной характер, вероятно, вы знали, что он достаточно ревнив и придирчив, но все равно продолжаете с ним быть. И вот основной проблемой здесь является даже неповедение мужа, которое, в общем-то, ну, в общем и целом, есть что-то отдельное. Проблемой является ваше восприятие данных аспектов. То есть, проблемой является именно то, как вы сами относитесь к этому. А сами вы относитесь к этому так, что позволяете мужчине вести себя подобным образом, ну, раз вы до сих пор с ним. То есть, понимаете, если человек терпит негативное отношение к себе, которое ему откровенно не нравится, которое откровенно наносит ему вред, несет негатив, да, такие как оскорбление, унижение, подавление, крики и прочее, прочее, прочее. Если человек терпит, то это означает, что у человека всегда, я подчеркиваю, всегда заниженная самооценка и всегда есть какой-то страх. Страх детский, страх мистический, в том смысле, что когда-то в детстве этот страх был, ну, актуален, вот. С тех пор прошло много времени, вот, а этот детский страх, он все еще имеет место быть. То есть, вы от него не избавились, вы его не раскрыли, вы не увидели, что стоит, во-первых, за этим страхом, какое желание стоит. И, во-вторых, во-вторых, вы не почувствовали свою силу, вы не почувствовали свой контроль по ситуации, по ситуации, которые вы боитесь, наступления, которые вы боитесь. Вот. С вашей точки зрения, именно эти аспекты являются основной проблемой. Понятно, что есть здесь еще и, скажем так, некая установка, да, например, установка, что я должна вести себя так. Установка, что, например, ну, что мужчина должен вести себя так с женщиной, что я, может быть, достойно такого отношения к себе. Вот. То есть, это еще помимо, помимо моментов, связанных с подсознательным, да, есть еще и сознательные аспекты, которые вами, может быть, просто не осознаются. Поэтому не придается такого значения, вот, какое надо бы придавать. Ну, потому что, если вы, например, думаете так, да, вот тот факт, что у мужчины есть тяга к алкоголю, да, и тот факт, что он вот так вот откровенно не уважает вас, говорит о том, что у вас нет личной границы. Вот. И это, ну, или нет, или они недостаточно простроены. Ну, например, бабы, вы вроде бы сопротивляетесь, вроде бы вы боретесь, да, вроде бы вы как-то вот пытаетесь мужу своему донести, что где-то он не прав в чем-то. Ну, вот, но ведь он же не меняется, да, он же не корректирует свое поведение. Вот. И он его не скорректирует до тех пор, пока у него не будет для этого мотивации. Вот. А мотивация у него появится только в том случае, если вы оставите его один на один с его поведением, с его поступками, и перестанете пытаться, скажем так, компенсировать, купировать его действия. Итак. В социальной сети на своей странице у меня нет фото муча. Размещают на нам фото ребенка, себя с ребенком, ну и какие-то пейзажи. Ну, очевидно, да, что это говорит о том, что муч у вас находится на, ну, не на первом месте, и даже не на втором, не на втором. Возможно, вы его стыдите. Возможно, вот, возможно, в глубине души вы его стыдите. Так очень часто бывает, вот, но при этом, ну, не понимаете, что вы стыдите, что вы не его. Вы стыдите в себе, в себя. Потому что партнер, это отражение человека. То есть муч, это отражение вас. И, стыдя в его, вы стыдите в этого в себе. Так, переписок с чужими мужчинами не веду, себя не выставляю, а это вообще, как бы, зачем, я твой к чему. Это написали, как бы, с целью. Изначальная причина, почему вот мужа с мужем не выставляла, не хотела, не любила демонстрировать личную жизнь, не хотела, чтобы его нас не все обсуждали. Ну, смотрите, с одной стороны, я вас понимаю, да, с одной стороны, нежелание того, что, ну, нежелание демонстрировать свою личную жизнь, понятно. Но, с другой стороны, как-то противоречия возникают. Социальная сеть, сама по себе, это и есть демонстрация. И если вы демонстрируете фото ребенка, то это уже означает, что у вас есть какая-то личная жизнь. Как бы не парадоксально это звучало. Потому что ребенок, ну, всегда от кого-то. Ну, понятно, что за исключением, если вы не взяли приемного ребенка, там, да, и так далее. Вот. И это значит, что мужчина у вас есть. И надо сказать, что размещая себя с ребенком, вы скорее представляете себя, как женщину без мужчины. И просто с ребенком. И еще неизвестно, лучше это или хуже. Все зависит от исключительно точки зрения. Так что нежелание демонстрировать свою личную жизнь, извините, здесь противоречия. То есть, либо вы боитесь, опять же, боитесь, опять же, отношений с мужчинами, считаете это чем-то постыдным. Потому что, ну, пользуясь соцсетями, да, если вы пользуетесь соцсетями не только для общественного, например, и выставляя какие-то фотографии, то это и есть личная жизнь, все, что касается того, что вы делаете, пейзажей, ребенка, ребенок и так далее. Это все личная жизнь ваша для других людей. А уже для вас она, эта личная жизнь, подразделяется, подразделяется. И то, что вы отношения с мужчиной только считаете личной жизнью, это, мне кажется, тоже не совсем верная позиция. А, значит, не хотел и не любите демонстрировать личную жизнь, да, то есть, тут противоречия, тут противоречия, тут, ну, насмотреть, ну, насмотреть. Почему именно не любите демонстрировать, насколько это сознательный ваш шаг, в чем вы видите угрозы для себя, и что вы делаете для того, чтобы это все обеспечить. Не хотелось, чтобы его нас вместе обсуждали, опять же, что тут, что в этом, что в этом такого, то есть, обсуждать будут всегда всех и везде, нормально, просто в том, как вы на это реагируете. Вот, то есть, как бы, опять же, да, при условии, при условии, что, видимо, взрываете ребенка, себя с ребенком, при условии, что вы находитесь в социальной сети, при условии, что это не пустая страница, нет ничего, ничего, да, и вы только общаетесь с кем-то, это фотография, и все такое, при условии этого, довольно странно, что вы не хотите обсуждения. Такое впечатление, что вы боитесь сплеть, но, опять же, стыдитесь их, вот, это неуверенность в себе. Всегда считалось, что сейчас должно быть тихо, я согласен, я согласен, это так, но, как я уже сказал, в вашем случае здесь наблюдается противоречие. Вторая причина, почему его фото так и не выставило, это его жидкие оскорбления, обзывания, унижения по этому поводу и по-другим. Тыканье на тыканье на другие семьи, посмотри, какие у них фото, я сегодня, я сегодня, как увидел фото света с мужем, сразу смесился, на тебя весь генерал юрился, это прям тут стики какие-то, вот, получается, вот. И все в таком духе, я понимаю, что это на самом деле, конечно, не смешно, вот. Но, просто у вас в рифму получилось, вот. Смотрите, это не причина, то, что вы описали, это не причина. Ага, то, что вы описали, это следствие, это следствие, но не причина. Ага, причина заключается в том, почему вы позволяете мужу так себя с вами вести. Вот это причина. Это причина. Причина заключается в том, как вы выстраивали свои отношения, выстраиваете те свои отношения, что это происходит вот так, как происходит. Как вы поставили себя. Как вы защищаете себя. Как вы обеспечиваете свою самостоятельность, и обеспечиваете ли вы ее. Не является ли ваш, такой, достаточно, ну, жесткий текст, а по сути, ширмой, в которой скрывается тревожно, боящаяся всего, неуверенная в себе женщина, желающая, чтобы мужчина ее защищал, и желающая быть ведомой. Вы поймите, что в этом нет ничего плохого, но никто не отменял достоинство, никто не отменял самооценку, никто не отменял уважение, самоуважение. Да. И у меня есть смутные подозрения, что у вас самоуважения к себе недостаточно. Ну, потому что, вы позволяете, может, себя оскорблять. Если самоуважения у вас недостаточно, то и ребенка вы воспитать адекватно в такой ситуации не сможете. Дальше. Муж сравнивает себя с другими людьми. Да, социально ориентирован. И это, на мой взгляд, идеально подходит вам. Вы тоже социально ориентированы. Вы тоже ориентированы на мнение других, хотя и предпочитаете раскрывать. Но социально-социальная сеть, отношение к социальной сети наглядно это покатывает. Это означает, что ваш муж просто раскрывает вам ваши же желания. Что вам неприятно, но, вместо с тем, вы, возможно, именно поэтому к нему и тяготиете. То есть, что я хочу показать? Хочу показать, что ваша связь с мужем является болезненной на данный момент. И именно она является причиной всего того, что происходит. Пытаюсь до него донести, что не надо смотреть на других, надо строить гармоничные отношения в своей семье, а не тапливать меня в грязь. Окей, зачем ему это? Какая ему мотивация? Вот вы пытаетесь до него донести, а мотивация какая? И у него должна быть у вас лучше. Вы пытаетесь до него донести это словами, но он не хочет этого сказать. Он не хочет этого знать. Ему это не нужно. Ему нужно что-то другое. Ему не нужно правильно жить. Понимаете, в чем дело? Правильно жить ему не нужно. Он не хочет правильно жить. Ваш муж хотел бы, жил бы, а он не хочет. И весь вопрос заключается в том, вопрос весь заключается в том, почему? И вопрос заключается весь также еще и в том, как вы сами для себя, сами вы к этому относитесь. То есть пытаясь донести до мужа что-то там, пытаясь донести до мужа что-то там, это извините меня за выражение, да, просто на просто оправдание. Это оправдание для вас самой. потому что вы прекрасно знаете, что своему мужу вы ничего не донесете. Если бы могли донести, уже давно бы донесли. Вообще если вы могли донести, он бы себя так и не вел никогда. А раз он так себя ведет, значит вы донести до него не можете мысль. А раз вы не можете донести мысль, значит слова бесполезны, нужно действовать. А вы не действуете. А раз не действуете, значит зависимы. И тут мы подходим к самому неприятному. У любого человека есть очень серьезное оправдание своей зависимости. Финансовое, эмоциональное, физическое, что-то еще. Для зависимости человек найдет любые оправдания, если она действительно у вас есть. то есть если вы не можете не уйти, если вы не можете пресечь такое его отношение, поведение к себе физически, для этого всегда есть оправдание. И оправданий может быть очень много. Но правда в одном, что каждая секунда, проведенная с мужем вредит вам и вашему ребенку. И ребенку вашему вредит очень-очень сильно. Возникает вопрос, а зачем тогда вы ребенка воспитываете? Зачем тогда вы для ребенка что-то делаете? зачем если все что вы делаете для него нивелирует поведение мужа? Ну и ваши ссоры и его отношение к вам разрушает его. Ребенка я имею ввиду. Как можно требовать от меня размещения фото криками, унижения и оскорблениями в ответ самой по-другому нельзя. Но опять же есть оскорбленная базица. То есть попытка вас звать к какой-то совести вашего мужа, попытка вас звать к какому-то здравому смыслу. То есть по сути перекладывание ответственности. То есть как можно от меня пребывать и размещение фото. На самом деле вопрос это не так. Никак можно пребывать от меня это обвинение. Я не буду размещать вход до тех пор пока ты не изменишь своего поведения. это личный ответ который вы не берете. Вот по первому пункту вы пишете не надо смотреть на других надо строить гармоничные отношения в семье а не втапливать меня в грязь. По первому я скажу так что я позволяю себе я позволяю тебе втапливать меня в грязь и поэтому ты смотришь на другие семьи и сравниваешь их с нашей. Вот это позиция личной ответственности это позиция не жертвы Аббак и первый и второй пункт это грязь позиция жертвы что это ты виноват это из-за тебя и так и так и так далее. Вот вы и задумайтесь на эту тему. Возможно для понимания и объяснения стопы поможет еще следующая информация может 40 лет отношения с ним напряженных. Ну если может 40 лет то шансов что он изменится очень мало для этого нужно его желания для этого нужно его желания и в принципе вам об этом уже написало Отношения нет не напряженных окей в каком момент они стали напряженных причины напряженности что вы делали для того чтобы напряжение снять говорите ли вы мужи о том что для вас тот факт что отношение напряженное является проблемой, и вы хотите эту проблему решить, в том числе и с помощью семейного психолога. Если мужчина не признает проблемы, это остальное за вами право решать самостоятельно, что делать. Дальше, ну вот тяга к спиртному, плюс сам по себе характер очень взрывной и пульсивный. Опять же, здесь не совсем понятна предыстория. Если вы такого мужчину выбрали себе, он уже таким был, соответственно, а что, вы считали, что он станет другим с вами, если он стал таким, значит, в период вашего брака, что здесь история другая, значит, какие-то действия ваши привели к тому, что он стал таким, с одной стороны, и с другой стороны, как только мужчина стал таким, вы от него не отдалились, что тоже вызывает вопрос. Похожая ситуация была с социальной сети сетью ВКонтакте, там муж придрался, что у меня нет пункта раздела отношений. Настоял, отметил, что замужем не отмечал изначально, потому что в социальной сети я просто ездил независимо, не заезжаю там и к точности заполнения страницы относился к поверхности. Но опять же, опять же, да, мы уж не уверен в себе. Мы уж не уверен в себе. Мы уж склоним ревновать, мы уж склоним подогревать, там, раз, муж боится, что вы от него уйдете, пытается вас контролировать. Вопрос в другом. Это отражает вас неуверенность, это вы, стремление к контролю, оготавливает вас, вероятно, под контролем, с такой формой отношений лучше. Вот. Опять же, люди сохраняют свои отношения с зависимыми людьми, да, тут, ну, алкоголиками, наркоманами, там, игроманами и прочее, прочее, только тогда, когда в их семьях они не уважались, они эксплуатировались, им занижали сумма оценку, их контролировали, не научили говорить нет, то есть нет четко выстроенных границ. Иными словами, вы следуете негативному родительскому сценарию, который был заложен у вас в детстве. Что это за негативный сценарий? Ну, я вижу здесь страх одиночества, например. Я вижу здесь, ну, возможно, недолюбленность со стороны отца. Возможно. Вот попытка доказать, донести до вашего мужа что-то, это попытка доказать, донести до своего отца. Что-то. Может быть, не так. Может быть, что-то по-другому. Потому что очень мало информации чисто про ваши отношения, духовного очень мало здесь. Людка обижается, что я не ставлю лайк в фото, которые он размещает, а это причем здесь, это вообще не ваша проблема, а его, какое отношение к вам это имеет, обижается и обижается. Это его проблема. Еще одно требование мужа, чтобы сорвала с руки красные нити, такой браслетик оберег и такая мелочь тоже является поводом для скандалов. Нет. 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 Посмотрите в интернете психологическую игру скандал. Посмотрите. Посмотрите в интернете психологическую игру скандал. Я думаю, вы увидите. Увидите, что происходит. Но это очень очевидно, что мужчины вас не уважают. И то, что вы описываете, да, это еще раз проявление жертвы. Это проявление жертвенности в отношениях. То есть не желание брать на себя ответственность за то, что происходит. Это ведь ваш выбор. Это ваша жизнь. Вы ее так живете. Ради чего? Ради ребенка? Нет. Ребенку от этого только хуже. Ради себя. Да. Ради себя. Вот ради достижения своих целей, ради удовлетворения своих желаний, вы платите такую цену. Соизмерима ли цена, которую вы платите тем, что вы получаете. Дальше. Так. Ну, поясните, пожалуйста, как это все называется? Пояснил. Что у меня не правы? Вы не правы в том, что ищете не правых на самом деле, потому что не правых здесь нет. Вы созависимый партнер. У вас есть зависимый партнер, вы созависимый партнер. И, в общем-то, не правых тут нет. Ваш муж своим путем пришел к зависимости, к алкоголизму. Ваш муж своим путем пришел к отпыльчивости, как единственным возможным способом выразить свои чувства и единственным возможным способом защищаться от близости с другими людьми. И мужчина своим способом, таким способом пришел к решению, да, игнорировать раздражающие факторы, не решать проблемы, не обращать внимание на свои чувства. А вы своим путем пришли к... Созависимости. Указывать свой путь. Указывать в итоге получил то, чего он достойно. Указывать в итоге получил то, что он заслуживает. Ну и заслуживаете пока что такого мужа. Почему? Потому что ведете себя определенным образом. Поменяете свое поведение, поменяете свое отношение к себе и к ребенку и будет у вас совсем другая жизнь. Но этому нужно учиться. Поэтому нужно учиться. И от негативного сценария нужно избавляться от родительского, который на вас влияет. Ну или от негативных установок, от ложных представлений, которые у вас есть и которыми вы руководствуете. Вы спрашиваете, как мне лучше поступать? Как лучше поступать, чтобы что? Вы просто разобраться с явлением. Разобрали. А как лучше поступать, это уже зависит от цели. Мужа вы не поменяете. Мужа вы не поменяете. Не изменяете. Вот. Муж меняется сам, если вы будете работать над собой. Но если вы честно скажете ему, что работаете, например, с психологом, да, и что вам надоело, что вы хотите изменить что-то в своей жизни, ну и так далее. Вот если так, то тут возможный вариант. Ну вот. Определитесь со своими целями, чего вы хотите. И уже тогда можно будет говорить, как вам поступать. То есть для того, чтобы поступать как-то, нужна цель. Без цели ваши поступки будут хаотичны. И у них не будет четкой стратегии. Понимаете? А без четкой стратегии, без последовательности действий, вы никогда ничего не добьетесь. Вот. И помните, что с вами еще ребенок. И ребенок, он зависит от вас. И ребенок, он все это видит, все, что происходит над вами и будем терпить. И это все на него очень негативно влияет. Поэтому хотя бы для него, постарайтесь как можно быстрее эту ситуацию разрешить. Вот. В идеале вам нужно любой ценой физически отстраниться от мужа. Вот. И в спокойной для себя атмосфере, в спокойной для себя обстановке, разобраться в себе, обыскать в себе внутренний ресурс и уже руководствуясь им, выстраивать новые отношения. Где вы будете четко отграничивать себя от другого человека и не будете позволять обращаться с собой так, как неприемлемо. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Тау smokes под суднодетiqu. Наmondому, чтобы пов fist介еть плred. Удачи. Удачи.